Всем доброго времени субтитры, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Дэмастер, и сегодня, ребятки, сегодня у нас новый сезон кастинга, да-да, прямо сейчас, это была самая долгая подготовка кастинга за всё время, мы целых час двадцать, уже тринадцать, восемнадцать, представляете, в прошлый раз мы начали через пять минут, сейчас мы начинаем, через час двадцать, просто реально, я ещё пришёл чуть раньше, на минут где-то десять, так что я уже час тридцать сижу, и мы не можем никак начать, только сейчас смогли, Нам пришлось сделать два сервера, нас было так много людей, что один серверак не выдерживал, нас сейчас больше шестиста человек, на одном сервере триста пятьдесят людей, и на другом сервере ещё триста человек сидит, прям, это, это просто жесть, ребятки, на другой сервере я отправил Донха и ещё Бодю, и ещё там кого-то с ними, чтобы они тоже отсеивали людей, на этом сервере у нас, ребятки, только я, сами класс, Декс, и тут с нами ещё есть ребятки, которые нам помогают, Кирюша, например, да, вот, Мы с ними сейчас будем проводить набор, ну, кастинг, да, кастинг, 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 верно, для тех, кто не знает, что такое кастинг, давайте быстренько объясню, всё очень просто, я буду вызывать сюда людей, да, они будут становиться вот на эту полоску зелёную с красным, кстати, можно её уже полностью сделать зелёной, потому что раньше просто были комнаты, ну, те, кто помнит, первые кастинги, тупо, респектом, и давайте наберём очень много лайков под этим видео, ребятки, дайте на каждом кастинге, не забывайте ставить лайки, давайте хотя бы по десять тысяч лайков на каждом кастинге, ребят, я знаю, Вы можете прямо сейчас поставить лайк, да, я у вас уверен, да, я знаю, что вы можете, и это возможно, возможно, будет последний кастинг, но если будет много лайков и, в принципе, там, ну, хотя бы сколько-то просмотров, там, не знаю, тысяч семьдесят или сто просмотров на каждом кастинге, тогда, ребятки, могу сказать, что кастинги будут и дальше И я, кстати, скажу, что вот эти люди, которые сегодня пройдут, у них будет уникальная возможность успеть записаться в семи последних сериях бомжа, поэтому я, если вы вдруг не могли, хотя бы поддержите этих ребят, напишите в комментариях, конечно, к тому времени, как вы напишите этот комментарий, они уже, скорее всего, даже снимутся, но всё равно можете поддержать и написать, или даже делать ваши ставки, как вы думаете, кто пройдёт, там, и так далее А мы с вами сейчас, ребятки, уже начнём и отберём первых 20-30 людей, буду отбирать побольше, потому что нас реально очень много, у нас у меня ещё целый второй сервер, это просто жесть, чуваки, давайте я начну быстренько подтягивать людей, кого я удочкой подтянул, тот идёт в центр, становится на зелёную полоску Так, давайте вот ты, молодой человек, давай, потом вот ты вот, давай сюда, молодой человечек, ты, 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 вот, как ты себя сделал? Шрек, я кидал в того чувака, давай, Шрек, тоже иди, ты тоже иди, ладно, как он это сделал? Я кидал в этого котяру с ютубом А, Трайс Телсич, что здесь стоишь? Ты думаешь, что ты, раз его наиде снимаешься, можно всё, что угодно делать? Так, сами класс, почему вы его не забанили? Ладно, я шучу, не надо его банить Я тебя сюда тетнули, ладно, сиди, играй на фортепиано Давай, ты выходи тоже, о, вот ты прикольный скин, выходи, так, давайте у другой стены возьмём людей, вот ты вот, криперская футболка, и ты тоже светлый лаймовый челикс Так, давайте вот этот ты, тёмный-тёмный, чёрный такой, призрак, убийца какой-то Так, ты, о, чек-хат-дог, чек-сэндвич, да, давай, иди быстрее к ребятам, вас там уже сколько? Нормально, так нормально Так, давай, вот ты, ещё тебя возьмём, давайте кто-то с ней подлетим Так, вот ты давай, о, микро-аид с корона-аида, Стив, давай, Стив с нами тоже О, девочка, у тебя глаза очень в разные стороны, поэтому, как бы, ну, инвалидов вперёд пропустим Так сказать, всегда мы идём на уступки к неполноценному Ха-ха, но я шучу-шучу, конечно же, ну, не шучу, с одной стороны, с другой стороны, шучу Вот пандочка давай тоже, вот, я тебе, кажется, знаю, попоника Попоника, ты что-нибудь? На хрена ты идёшь, ты же умерла в сериале Ты же была вообще мужиком в сериале Попоника, короче, была девочка, которая отыгрывала мужика Давай, она в сериале умерла в бомже, если помните, был такой мужик-попоник, да, бомж Это вот была она, так, ну всё, мы забрали уже для первого отбора нормальных людей Расскажу вам правила, все смотрим на меня Смотрите, чат, ничего сейчас писать не нужно Я скажу вам определённый текст, вы должны будете его написать правильно и быстро Вот, вы поняли, да, кивните, вы просто кивайте, не нужно писать, кивайте, да, вы меня все поняли, да, все меня слышат, да Всё, хорошо Ребят, я скажу сразу, большинство из вас, 99% не пройдут Скорее всего, вас сейчас сразу же кикнут Просто модераторы, там, эти, сами классики, Рюша и Сова, будьте готовы кикать уже, те, кто не прошёл Я попрошу всех, кто смотрит этот ролик и кто будет на кастингах участвовать, может, в будущих и дальше будут участвовать Не обижайтесь на меня, пожалуйста Вот, прошлый кастинг был два месяца назад, потому что у меня, мне было очень больно, знаете, кикать всех подписчиков Они там говорили, блин, я плачу, там, я, всё такое И это было очень грустно, мне неприятно такое читать, поэтому кастингов не было реально два месяца И, скорее всего, если в этом кастинге будет такая же дизмораль, то следующий кастинг будет, может быть, вообще через полгода Поэтому, как бы, чуваки, давайте тоже, будьте более терпимы Понимайте, что если вы не прошли, значит, просто в следующий раз как-нибудь Хорошо Так, ну что ж, начинаем Первый текст будет таким Папа, папа, наша школа завалила снегом, нужно что-то делать, потому что я не могу учиться Так, я это написал первый, это написал второй Третий чувак написал, и всё, дальше уже все начинают писать Так, хорошо, давайте прочитаем, как первый написал челик Папа, папа, наша школа завалила снегом, нужно что-то делать, мне нужно учиться Конечно, чувак сократил очень сильно, но написал достаточно быстро, мне нравится, как он ставит запятые То есть он изменил, знаете, на самом деле он так изменил, что мне нравится даже Дальше чувак написал Папа, папа, наша школа завалила снегом, нужно что-то сделать, потому что я не могу учиться Чувак написал всё верно в плане букв Так, ладно, давайте, пусть Лэйзи выйдет сюда Зел топ 1 ГГ тоже выйдет, потому что чувак написал всё верно, но очень некрасиво это написал Отвратительный, чувак, ты написал, но всё верно, понимаешь? Дальше написал... Граммин плей, сейчас почитаю, как он писал. Папа, папа, нашу школу завуалило... Нашу школу завуалило школу снегом, из-за этого не могу учиться. Так, чувак, громаден плей, прости, но ты слишком много ошибок допустил. Но ты торопился. Я понимаю, что ты нервничал, чувак, только не... Дальше написал трузак. Папа, папа, наша школа завалила снегом, нужно что-то делать. Про тому, что я не могу учиться. Ну, ладно, одна ошибочка такая. Ладно, давайте мы ещё возьмём Трайзака. Вот, Папоник, папа, ну ты, конечно, четвёртый написал, но вообще столько ошибок, конечно. Так, ладно. Папоник, ты же вообще можешь попасть в сериал, даже без кастинга. Ты же можешь просто написать, что ты хочешь снова сниматься, и мы тебя возьмём, ты же в Тимспике сидишь. Так, вы втроём заходите туда. Остальные, ребят, спасибо, что пришли, что поучаствовали. Не расстраивайтесь. Заходите в мой Тимспик, Дискорд, общайтесь, играйте. Мы играем в Мафию, Монополию и так далее. Вот, ссылочка на Тимспике, Дискорд, всегда есть в описании. Не расстраивайтесь. Хаддог, блин, Хаддог, ну куда ты уходишь? Хаддог! Не печалься, чувак, не печалься. Так, ну что ж, первые участники у нас прошли. Вы пока сидите здесь, ждёте. Погоди, я этого брал, да, чувак? Я его точно не говорил, что он проходил? Я вроде только Троим говорил, да? Я думаю, просто уже начинается паранойя. Так, хорошо, давайте возьмём ещё трёх человек. О, не трёх, ещё, возьмём несколько человек. Уже пройдём полуфинал, либо до девяти добьём. Так, давайте, вот ты проходим. О, нифига, блин. Чувак, вот ты, если... Ладно, если ты богатый парень, у тебя есть много денег, то играй на РПМА и не будешь у нас детективом. У меня же выделывается сервак с роллплеем. А, блин, тебе за такой скин сразу же детектива выдам. Вообще, блин, круто. Так, ты давай. Вот ты рыцарь. Блин, ладно, и ты тоже давай рыцарь. Всё, сюда. Вот ты девочка на пони похожая. Так, ты бомжик из Аида. Ты, чувак, давай сюда, ты, чувак. Вот ты, кого я вытянул, тот и идёт. Вот красный, иди. Фиолетовый давай сюда. Так, давайте-ка ещё возьмём. Вот это вот возьмём. У него такой скин выделяющийся. Давай, вот этого кошака ещё возьмём. Вот, тут девочка. Девочка очень красивенькая. Давай, девочка, выходи. Это что такое? Куча чуваков прыгает передо мной? Нет, я вот так вот резко хоп, и человек вот этот вот. Вот этот вот афроамериканец давай тоже к нам. Да, выходите вот вы втроём. Да, 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 давайте. Так, хорошо, чуваки. Вот я новых собрал людей. Да, блин, детектив, пожалуйста, я в тебя верю, брат. Давай, напиши, выиграй, а. Прям классный у тебя скин, ты прям в сериал впадёшь. Новым каким-нибудь чуваком будешь, тебя сразу же убьют, так что не переживай. Он такой, почему вы меня должны убивать? Я не хочу умирать. Всё, давайте, я думаю, на текст, там теперь на клавиатуру руки положите уже, сконцентрируйтесь. Халиб, скажи своему сраному сыну, чтобы не прикасался к моей дочери, а иначе я прострелю ему башку. Так, первый чувак слева написал. Так, пишет, пишет, пишет. Уже много чуваков написало так. Но я проверяю пока первых чуваков, если они будут плохо написать, то я проверю дальше. Так, первый написал чувак с ником в слаке. Халиб, скажи своему сыну, чтобы не прикасался к моей дочери, а иначе я прострелю башку. Ну, чувак, ты слишком много слов пропустил. Дальше чувак написал. Халиб, скажи своему сраному сыну. И всё, запятая, и всё, что ли? Так, первый два чувака, видимо, отпадают. Третий написал водавка. Халиб, скажи своему сраному сыну, чтобы не прикасался к моей дочери, а иначе я прострелю ему башку. Классно Виватка, давай иди сюда Виватка Дальше написал Халиб, скажи своему сраному сыну Чтобы не прикасался к моей дочери Иначе я прострелю ему башку Нормально, проходи Проходи Так, дальше кто нас написал Халиб, скажи своему сраному сыну Чтобы не прикасался к моей дочери Иначе я прострелю ему башку Ну давай, еще Ксанави Ой, погоди А, ну да, они оба подошли Ну да, в принципе они оба подойдут А, нет, погоди, Ксанави У тебя что-то ошибок дофига Ты слишком сильно торопился нервничал, наверное. Знаешь чего? Ну, ксанави, ты... Ладно, дам тебе шанс. Чувак, просто дам тебе шанс. Все-таки я написал достаточно быстро. Таким как ты, обычно, я не даю шанс, чувак. Но сегодня ладно. Сегодня дам. Заходите внутрь. Остальные, чуваки, спасибо, что поучаствовали. Не расстраивайтесь. У меня лучше было. Не расстраивайтесь. Вот у тебя классный скин, девочка. Реально крутой скин у тебя. Такой пони. Скин, чуваки, да. Вы молодцы. Спасибо, что поучаствовали. Блин, детектив. Почему ты не смог? Детектив! Нет! Детектив! Он прямо исчез на моих глазах! Пока-пока, ребят. Вот те, вы кого уже кикают. Можете тебе что-нибудь писать в чат, тебе попрощаться? Вот ты красный. Лололожка, давай. Лололожка. Пойдем. Так. О, нифига себе. Шоколад! Нифига себе, шоколад! Посмотри, покажите застальным чувакам Устинакова. У тебя скин прикольный. Я бы на конкурсе скинов тебе золото поставил. Хотя он очень простой, но он реально, он реально, кстати, такой, типа, необычный. Блин, чувак, тупо респект. Хороший скин нашел. Там реально классный скин был, блин, прикинь? Типа, как будто бы реально шоколадка. Если бы лица Нубика не было, это... Да не-не, лицо нормальное. Ты чё, это круто. Я бы за такому золото поставил. Взять, короче, темный, темный шоколад. Просто обычный смартфон. Не темный шоколад, а... Ты же не будешь так шутить. Скажи мне, что ты не будешь так шутить. То есть, у тебя просто цвет, толерантный цвет у тебя, понимаешь, да, вот. Шоколадки. Я не шутила, на самом деле. Да нет, нормальная шутка, через такого. Так, давайте, вот этот помидор, сеньор помидор, давай сюда. Помидор люблю, помидор. О, нифига, ты кускин классный. О, это с Джо-Джо, это чё, это Джо-Джо. Да, это, короче, это... Помнишь, что я тебе показывал Джо-Джо-то, да, аниме? Да, я бы соло. А это, короче, один из... Куда вы все вышли, я вас сейчас забанил. Так, Джо-Джо, иди уже туда дальше. Так, давайте, отсюда вот ещё возьму чувака. Вот это вот, вот это вот. Давай, зомберки, иди сюда. Тут утка в бикини. Утка без бикини. Утка в бикини, утка без бикини. Кого я набираю вообще? Так, давай, ты... Саски! Ой, не Саски, это... Какаши, какаши-сенсей, да, найди Саски, помоги. Где Саски? Так, давай, вот ты, чувак, иди сюда. Будешь Саски, да. Будешь моим Саски, да. Ой, Эндермен. Ой, Эндермен. Так, погоди, а что... Ой, ты в костюме смотри. Так, это Эндермен, который... Эндермен, который уже участвовал в съемках, нет? Так, давай, вот этого чувака, я сейчас возьму всё хвай, мне кажется, там уже. Придумаю для вас какой-то текст, давайте пусть будет такой текст. Дорогой, наша дочь не ходила в школу уже целых две недели. Разберись с этим, а иначе я её пристрелю. Не кажется, чувак написал очень быстро, просто с одной буквы ошибся, нифига. Намного быстро, на секунду три быстрее. Так, ладно, ты уже проходишь, ты мне нравишься. Она очень быстро написала, там даже то, что у неё одна ошибка была, это пофиг. Она написала вместо дорогой, дорого. Она вот так настолько быстро написала, что второй чувак после неё только через три секунды написал. Дорогой наша дочь... Наша дочь, наша дочь. Дорогой, наша дочь, наша дочь. Не ходила в школу уже две недели, разберись, а иначе я её пристрелю. Ой, ладно, келла три тоже проходим. Так, дальше чувак написал на каком-то древнем еврите, непонятно, что там. Так, дорогой, наша дочь не ходила в школу уже две недели, разберись с жетем, иначе я её пристрелю. Так, ну давайте возьмём ещё Лизлу64 и СВ33, и всё. Все остальные не расстраивайтесь, пожалуйста. Ну чё, пишите, давайте, пишите, пишите. Привет, Султан, Денис. Эй, Помидор, не пытайся так сделать. Помидор, ну ты, конечно, классный чувак. Подписывайтесь на канал, пишут. Смотрите, даже реклами здесь свои каналы, нифига себе. Всё, ладно, чуваки, у меня 8 нижних подчёркиваний в Нике. Блин, жёсткий ты какой-то. А, все остальные пока ждите. Сейчас мы проведём финал этого первой серии. Первой серии финал нужно уже провести. Все отсюда выходим. Сейчас мы будем проверять. Уровень сложности будет намного выше. Каждый из вас поочерёдно встаёт вот сюда сейчас, да, вот к этому кабинету. Каждый из вас, у вас будет 3 минуты, чтобы придумать какой-то текст. Симпровизировать. Я, представьте, такую ситуацию, что я мэр города, да. Но смотрите, в чём фишка. Повторяться нельзя. Например, если вот, посмотрите на меня сейчас, посмотрите на меня. Я сейчас объясню, приведу пример. Например, вот первым пойдёт, вот он, да, ThunderView49. И ему будет сложнее всех, потому что он идёт первый, да. Но, потому что остальных будет больше времени предоставить к какому-нибудь тексту. Смотрите, если он придёт и скажет, типа, мэр с дорогами проблемы и так далее, то все остальные уже не могут говорить про дороги, поняли? Так что вы бы заготовьте лучше 2 текста. Те, кто идут дальше, сзади, вы заготовьте 2-3 варианта. И лучше каким-нибудь нестандартным. Потому что если вы скажете нам про бабушку, а другой чувак уже скажет про бабушку. Или вы скажете про дороги, и нужно сказать как-то нормально, привести какие-то аргументы и так далее. То есть вы должны будете всё адекватно сделать. Если вы сейчас сделаете неадекватно, или будет это слишком слабо, ваша импровизация, мы вас не примем. Слышите все? Придумывайте. Я даю вам ровно 2 минуты, пойду, буду пить чай, всё, поставил ролик на паузу. Так, ну что у нас там, бешеный кот, бешеный кот. Давайте, приглашайте следующего. Так, здравствуйте, 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 здравствуйте. Вы кто такой? Вы кто? Зачем вы к нам пришли? Мне нужно написать жалобу на человека по имени Вася. Я понимаю, ну а кто вы такой-то? Вы хоть переставитесь там в моём кабинете, или что? Почему вы это? Такой невежливый человек. Кто вы вообще? Покажите свои документы там, не знаю. Да и жалобу вам нужно написать на человека по имени Вася, почему вы идёте ко мне в мэрию, а не в полицию какую-нибудь, уважаемый? Я бывший милиционер. Тем более, тем более, тем более. Сам по себе. Ну так надо было идти в полицию, а не ко мне в мэрию. Вы что, издеваетесь? Этим занимается полиция, если вы хотите написать жалобу на человека. Чувствую, ты это, в импровизации-то это, слабенький, да, парень у нас? Тяжело тебе. Ну ладно, братан, не расстраивайся только. Ты на мне подходишь. Но, знаешь ещё, спасибо, что поучаствовал, брат. Так, бешеный кот, зайдите следующего. Да-да, здравствуйте, вы можете проходить, вы можете проходить. Да, вот присаживайтесь здесь, справа от меня. Вот здесь бешеный кот покажет вам, где можно присесть. Вот, смотрите. Вот, садитесь, садитесь, да. О, здравствуйте, да, здравствуйте. Кто вы такой? Зачем вы к нам пожаловали? Вас зовут Максим, меня зовут Демастер, да, я мэр город. Я увидел, как бомжи начали воровать мусор. Я его вынес и отвернулся на 5 минут, а мусора нет. Я, конечно, понимаю, что им нечего есть, но это не дело. Хорошо, что они мусор воруют, понимаете, типа, зато меньше мусора остаётся, это, на улицах, правильно? Но это да. Компании, которые выкидывают мусор, меньше на свалку скидут. Но я плачу за мусор. То есть вы недовольны конкретно тем, что бомжи воруют ваш мусор, да? Вы говорите, что мусор отвозили специальные машины на заводы поджигания мусора, да, и не разбрасывали бомжи по улице. Хорошо, а где, какой адрес вашего дома? Где нам провести расследование? А то просто у нас около домов бомжи не воруют мусора, так это подозрительно. Улица Пушкина, дом 6, квартира 3. Хорошо. Хорошо, Вешенокот, запишите. Ладно, ладно, я вас понял. Мы разберёмся с вашей проблемой с бомжами, да, всего доброго. Вешенокот, позовите следующего, пожалуйста. Хорошо, ты проходишь, парень. Очень просто, но молодец. Я ожидала, что он скажет в улице Пушкина дом Колотушкина. Я тоже ожидал, что он скажет в улице Пушкина дом Колотушкина. Так, хорошо, проходите, проходите, уважаемые, присаживайтесь вот здесь, вот рядом здесь, вот бешенокот покажет дом. Здравствуйте, мэр города. Меня зовут Егор. У меня три сестры и четыре брата. Мать не управляется с нашими детьми. Также я работаю приёмщиком бутылок. Получаю очень мало. Мать детей, мать детей работает уборщицей. Можно ли как-то решить нашу проблему? Так, вы говорите, чтобы я решил вашу проблему? Ну, у нас есть для многодетных семей пособия специальные. Вы получаете пособия для многодетных семей? Не сестры, не братья, а дети заговорился. Ну, понял, да, 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 понял. Ну, вот, вот, вот. Вы должны получать пособия за многодетная семья. Плюс у вас должны быть льготы различные. Вы их получаете? Нет, всё, бешенокот. Проводи молодого человека на кабинет выше и покажи ему, где получать, в принципе, эти льготы, да? Возможно, вы просто не знаете, где получить, да? В вашем случае, да, вы будете получать минимальную зарплату. Ладно, в принципе, неплохо чувак придумал этот. Всё расписал. Молодец. Давайте следующий. Фантазия есть, значит, может, не будет путаться во время этих импровизаций. Опа, нифига себе! Тони Старк, ты что-нибудь к нам приехал? Еман! Давай садитесь быстрее. Садитесь. Бешеный кот. Да, блин, когда у тебя нет Джеймс Гройнер с головой, тяжело. Бешеный кот, садитесь. Здравствуйте, мэр Демастер, я новый житель этого города, меня зовут Тони Старк, я пришёл к вам по поводу работы, не могли бы вы помочь мне с хорошей работой? Ну, знаете, вообще-то по хорошей работе нужно обращаться не к мэру городу, а в службу занятости, да? Какую работу я могу вам предложить, даже без понятия. Вы можете обратиться на металлолом, да, вам там помогут. Дед Кипер, думаю, будет очень рад, у него там под его палаткой целая перерабатывающая станция по железу. Вы там быстро освоитесь, да? Вас там быстро найдут куда применить. Чувак, что ты даже ничего не отвечаешь? Сидишь, просто что-то втыкаешь, скучно как-то. Мой костюм пока что ещё очень молод, я его не буду задавать на металлолом. Ну, тут очень слабый ответ, не, братан, как-то слабовато. Ты, во-первых, очень долго думал, что написать, вот, и нужно быстро, нужно, понимаешь, не нужно пытаться написать много букв сразу же, много текста, должен делать сообщение за сообщением, типа, может быть, ты даже знаешь, типа, типа, да вы что, блин, чтобы просто от тебя был эффект. А так я сижу, я уже 10 предложений сказал, а ты даже ещё ни одного слова не выговорил, это смотрится, как будто бы я какой-то монолог веду. Поэтому давай-ка в следующий раз, братан, спасибо, что вы участвовали. Вишняков, следующий. Стул украли. Он стул украл, нифига себе. Так, садитесь, садитесь, здравствуйте, здравствуйте, вы кто такой? У меня огромная проблема, я многодетный отец в доме, ну, только что же была такая тема, чего. А, хорошо, многодетный отец в доме, хорошо, почти такая же, хорошо. В которой мы живём, протекли трубы, и у нас нет воды, не можем помыться и попить чаем, поможете нам. Но, опять же, вот вы приходите ко мне, да, но это нужно идти, мне кажется, вам в этот, в ваш ЖКХ обращаться, да, вот, в ЖЭК, да, в ЖЭК, там, типа, с ними, там не отвечают. Они вас игнорируют, что ли, они, типа, не дают мне никаких данных, типа, не предоставляют услуги. А вы платите вообще за предоставление этих услуг? У вас есть какие-то платёжки, чеки, что вы платите за, там, ежегодный ремонт, всё такое, ваших трупов, всё в таком духе? Каждый месяц оплачивайте. Хорошо, видите, мой ассистент бешеный кот, если вы предоставите ему все платёжки, что вы оплачиваете, то он поможет обратиться вместо вас и дать им по башке, чтобы вам всё починили. У вас есть все чеки, всё отлично, вот, предоставьте тогда бешеному коту бешеный кот, позови следующего, этого человека проводи на второй этаж, там ему помогут. Хорошо, этот чувак проходит, молодец, отвечал, в принципе, быстро, просто, ну, нормально, если импровизация будет, сможет справиться. Так, здравствуйте, девушка, здравствуйте, здравствуйте, красивые у вас косичечки, представьтесь, здравствуйте, мэр Демастер, здравствуйте, я не знаю, как вас зовут, поэтому хотел бы узнать ваше имя, чтобы продолжить делать, у вас просьба, ну, прежде чем что-то просить, наверное, вам лучше представиться. Мирослава вас зовут, Мирослава, приятно познакомиться, Мирослава, хорошо, рассказывайте, рассказывайте вашу проблему, очень интересно узнать. Недавно мой сын после школы начал говорить, что у него очень сильно болит живот, а уже через три часа его начало тошнить. Блин, очень какая-то странная, я думаю, что это из-за питания в школе, а именно из-за какой-нибудь просроченной сосиски. Блин, ну это серьёзная проблема, не могли бы вы отправить кого-то на проверку в школу? Так, хорошо, в принципе, есть у меня одна идея. Так, это, сами класс, позвоните в санэнпидемстанцию, пусть сегодня же отправляются в школу и проверят продукты на качество. Хорошо? Всё, мы поняли вашу просьбу, приняли, в принципе, надеемся, что ваш ребёнок и правится. Вот, бешеный код вам сейчас даст ещё адресок больницы, скажете то, что от меня, он там ещё и бесплатно ребёнка проверит, чтобы всё с ним в порядке было, хорошо? Всё, всего доброго. Нормально, нормально, в принципе, написала текст, да, сделала, нормально. Мне главное, чтобы они хотя бы с одинчок минимум отыгрывали, понимаешь, минимум. Дальше они уже прокачают свой скилл на практике, я думаю. Здравствуйте, я Онли Александрович, представитель бизнес-компании Ори Лэйм. Да, мастер, я, конечно, понимаю, что в МР и вам вряд ли есть дело до этого, но всё-таки наша инфраструктура загибается, нужно что-то с этим делать, ведь без хозяйства у нашего города не будет развития, наш бизнес не может конкурировать с другими. Окей, окей, я слушаю вас, Ори Лэйм. Так, я Омли Алексей Александрович. В общем, да я вас слушаю, да, говорите, говорите. У нас проблема такая, что мы не можем спокойно конкурировать. А, то есть вам нужно создать каких-то конкур... А, нужно убрать ваших конкурентов, вы предлагаете мне пристрелить ваших конкурентов, да, или как, избавиться от них, закопать их трупы и сжечь бензином. Нет, не так? Вы предлагаете, чтобы я продал ваши продукты... А, вы хотите меня заберевать, чтобы я ходил ваши продукты, потом вам продавал, да? Это криминал. Я бы мог вам конкурировать с ними, да? Так, выгони его нахрен отсюда, в это... Всё, валите отсюда, валите из нашего этого. Ладно, окей, пацан, проходишь, молодец. Хорошая шутка, но ты, конечно... Пацан, знаешь, что тебе надо было сказать, когда Костя сказал, типа, что мне их пристрелить бензином сжечь, ты такой, ну, хотя бы как вариант, в принципе. Да-да-да, ну, знаешь, он мог бы, знаешь, что сделать? Я думал, что он, конечно, немного вот неправильный русло, мне кажется, пошел, а можно было с такой шуткой, знаешь, что я вообще сказать, типа, ему пытаться мне продать это говно, втюхать просто. Значит, ты начал мне его втюхивать, значит, тебе этого не было, и никого не было, и он такой, купите, пожалуйста. Меня болят, у меня внуки. Мишныкот, он такой, типа, а-а-а, у меня дети, пожалей, смирайся, мэр. Это было бы классно, реально. Так, куплю крем для рук. Да, Савикласс, купите крем для рук, пусть сваливает отсюда этот черт. Мишныкот, зови следующего. Следующий проходите, а следующий... Следующий, да. Заходите, заходите, можно выйти, уважаемый. Да-да-да, заходите, заходите, садитесь, присаживайтесь, присаживайтесь, да, присаживайтесь, да. Так, что, кто вы такое, представьтесь, пожалуйста, что вы себе представляете, расскажите. Здравствуйте, мэр, демастер, меня зовут Владислав, у меня произошла большая катастрофа в семье. У моей старой мамы случился инсульт, теперь она парализована, но льготы ей не выделяют. Я обращаюсь в социальную защиту, но там нам отказывают, демастер, вы наше что? Что, вы договорите, пожалуйста, договорите. Последняя надежда ваша? Ну, знаете что? Ну, это, конечно, серьезно. Странно, что вам не дают льготы, мне кажется, нужно, чтобы наши чуваки проверили все точно. Вы точно обращались, вы куда подавали документы? Я обычный студент, маленькая стипендия, не могу ее содержать. Да, это, конечно, серьезная проблема. Вот у нас сами классы занимаются такими вопросами. Я думаю, в принципе, вы можете обратиться к ней, она проведет с вами, спросит все документы, проверит, все ли у вас верно. Вот, по льготам, доступны ли вообще вашей семье льготы, ну и так далее. Сходите, сами классы, разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом. Большой класс, следующий, вас зовите, пожалуйста. Так, следующий, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Так, я не понял. Че, слушайте, вы как здесь разговариваете, алло? Ты че базаришь, ты че, черт? Ты к кому пришел? Ты к мэру пришел, я к своим дружкам пришел, я че-то не понял. Здравствуйте, мэр, да мастер, меня зовут Зак Трайв, вот мои документы. У меня тут бабушка на пенсии жалуется 5000, как-никак, а это очень мало. Я могу даже попросить, чтобы вы повысили пенсию моей бабки. Это так не работает, понимаете, мы не можем повысить пенсию, да и вы очень плохо себя как-то ведете, слишком нагло, нагло, нагло просите. Так, я не понял, вы вообще как разговариваете с мэром, я понять не могу. Че, ну так избавься от нее, сюда, валяй отсюда, выгоняй его нахрен отсюда, посмотри, как базарит вообще, всем охренел. Пусть проходит, давай следующего. Следующий, да, здравствуйте, 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 мистер Зойберг, садитесь вот сюда, вот, здравствуйте, мэр, я эколог, работающий в сфере вирусологии. Вот моя визитка, бешеный будет, аккуратно у него визитку, бери, у него какое-то тело странное. А вообще, выходили на улицу сегодня? Знаете, я смотрю на вас и понимаю, что лучше не выходить на улицу, а то буду таким же Зойбергом, как вы. Мэр, в городе разразился вирус, нам срочно нужны лекарства, на улицах массовые протесты, сотни жертв, трупы лежат в мусорках, срочно нужно что-то предпринять. Или последствия будут неизбежны, либо люди свергнут вас, либо будут десятки тысяч жертв. Так, бешеный кот, доставай ствол, вали ему нахрен, он явно заражен. Вали его, вали его, стреляй ему в голову прямо. По форме вирус представляет собой сферу, в самом, по форме сферу, в самом сердце этой сферы находятся фрагменты нити РНК, каждый из которых связан с комплектом белков, отвечающих за репликацию именно этого фрагмента генома. Так, быстро валим, все, чуваки, сваливаем отсюда, зараженный, убей его нафиг, вали его, стреляем в голову, улетаем на нашем, на нашем суперджете, бизнес-джете, улетаем, чуваки, все. Все, мы умирать не должны, ладно, окей, все, чувак, ты проходишь, молодец, куча текста, конечно, понаписал, так не нужно делать, на самом деле, но это нормально. Следующий, а что там осталось, что, там последний чувак остался? Ну все, давай, последний чувак, давай, говори. Добрый день, меня зовут Евгений, Евгений, здравствуйте, вот сюда присаживайтесь, Евгений, вот здесь у нас место, только что зараженный чувак сидел, вы как раз помырете сразу же после этого, поэтому помогать вам, в принципе, нам и не придется. Уважаемый РД-мастер, в роще, близ реки, волки, волки местного безбашенного лесника частенько нападают на людей, местная полиция полностью игрирует наши жалобы, прошу, примите меры. Ну, странная ситуация какая-то, волки, лесника, чего, вы точно не псих? Вы как-то очень странно выглядите, весь в крови какой-то, вы, может, людей жрете, а? Бешенокот, кого ты к нам пустил, стоит какой-то людоед, мне кажется, он сам людей жрет и пытается на волках лесника какого-то скинуть, ты посмотри на него. Декс, что думаете по этому поводу? Ходите нас туда, звоните убить? Да, вы что, ходите нас туда? Что, резная, блин, чувак, ты очень плохо пишешь, ты даже в подготовленном тексте допустил кучу ошибок. Не, ну, чувак, слабовато, слишком много ошибок, даже в подготовленном тексте допустить ошибку, это очень плохо, чувак. Но ведь я написал БЛИЗ РЕКИ! Что, правильно написал? Это что, я плохо знаю русский язык? Подождите, я это должен проверить. Окей, БЛИЗ РЕКИ есть, да, действительно такая фигня, но мне просто не нравится, как предложение само построено, там у тебя местная-местная идёт, тавтология, то есть, как бы, да, много проблем, ладно, окей, давай мы тебя возьмём, но мне кажется, если ты не исправишь эту штуку, то, думаю, ты в бомже недолго продержишься. В принципе, ты отвечал быстро, но с ошибками, это плохо. Если ты будешь так же отвечать на сериале, то мы тебя, скорее всего, кихнем. Хорошо, давай его возьмём. Окей, у нас ещё первая серия такая длинная получилась, надеюсь, что там монтажёр у меня всё вырежет. Давайте это сделаем так. На этом, наверное, первая серия кастинга подходит к концу, вторую серию мы прямо сейчас начнём записывать. Если вам понравилось, ставьте ваши лайки, подписывайтесь, ещё очень много людей ждут своей очереди, видите, дофига ещё людей, реально много, очень много. Я думаю, серии где-то 6 будет у нас по кастингу, может быть, даже 8. Вот, на этом всё, всем удачи, с вами был TheMaster, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока-пока.